здорово нас смотри в этом видео коротко поговорим о том как знакомиться в клубах и в барах тут вот товарищи написал пару слов и что-то я думаю дай-ка я расскажу потому что постоянно этот вопрос возникает но я нигде об этом всеуслышание не говорю вообще эту тему не люблю я считаю что если вы научились эффективно скажем так взаимодействовать и общаться с женщинами на улице в торговом центре в пробке ну где угодно то клуб это вообще херня ну как бы сейчас вы об этом поймете значит один мой товарищ и ученик который прошел уже тем уличных знакомств вот он хочет уточнить как это делается в баре вова здорово недавно наблюдал ситуацию как в одном баре мило общаются обнимаются две мои действующие женщины я мысленно вспомнил тебя поблагодарил надеюсь тебе и кнулась и ходил в какой-то эйфории улыбаюсь до кончиков ушей видя как они меня обсуждают это я просто похвастался а вопрос следующий в маленьких городах есть особенность на улице практически никого не встретить а по выходным ночные заведения кипят весьма интересными особнями бла-бла-бла ну то есть вопрос сводится к тому что как общаться в баре в клубе и так далее значит смотрите во первых для чего вы туда ходите к сожалению большинство мужчин ходит в клубы именно скажем так подцепить телочку там познакомиться с кем-то уехать и так далее вот и вся ваша проблема и беда в том что вы очень сильно палитесь все мужчины которые приходят в клуб по большому счету там есть два типа мужчин то есть то как мы ходили с моими друзьями незадолго до того как у меня появилась любимая хотя я тогда уже перестал любить клубы то есть тип мужчин которые пришли отдыхать общаться радоваться жизни там тусить и так далее и тип мужчин которые жестко озабоченные пришли подцепить телочку и хоть с кем-то познакомиться последних больше их примерно процентов наверное были ну наверное 80 процентов не меньше значит ну почему вы туда ходите опять же да потому что вам там легче то есть многим из вас для многих мужчин единственный способ как бы получить секс его секс как говорится в жизни это кроме проституции то есть это познакомиться с кем-то в клубе в чем ваши ошибки там когда вы туда приходите то есть одна из распространенных ошибок что вы там бухаете и нажираетесь да то есть как бы люди мужчина будучи очень асоциальным существом который по идее не любит эти все мероприятия он в клубе чувствует себя по большому счету некомфортно кто бы что не говорил кроме завсегдатаев вот этой клубной жизни кроме вот этих тусовщиков кроме этих специальных специализирующихся клубных соблазнителей если ты прешься в клуб то тебе там некомфортно и в идеале ты должен идти в клуб один чтобы понять насколько тебе некомфортно то есть попробуй сходить туда не бухая и один еще и в какое-то дорогое заведение я думаю что ты словишь себя на мысли что блин че-то мне здесь не по себе вот и мужчины пытаются компенсировать этот дискомфорт эту зажатость с помощью алкоголя то есть хотя со стороны это не кажется так потому что все мы умеем притворяться все мы умеем ходить с очень таким интересным умным ебанечком с таким вот да типа пришел в клуб это не значит что в это время этого чувака внутри не трясет и не колбасить что он не видит какую-то женщину которая ему нравится и при этом не может к ней подойти значит ошибка вы бухаете вы нажираетесь это неправильно вторая ошибка как я уже сказал вы очень сильно палитесь что вы пришли за женщинами что вы пришли кого-то цепануть подцепить и так далее третья ошибка ну тех кто уже практикует уличные знакомства овер ну да то есть уличные знакомства все вы общаетесь в клубе также как на улице все подходите знакомитесь грубо говоря давай телефон и так далее все ведете себя также там себя так вести не надо я сейчас вам вкратце все это расскажу и с другой стороны ум я убежден в том что если вы хотите скажем так ходить в клубы да то есть если вы молодой человек и вам нужен секс то есть ну как бы отдельная история может найдете вы там жену или нет это тоже один из стереотипов о котором поговорим то есть если вы хотите достичь там какого-то определенного эффекта в клубах вам обязательно надо научиться знакомиться общаться соблазнять то есть полноценно общаться с женщинами просто формате на улице в метро в магазине в пробке где угодно то есть обычные как я их называю уличные знакомства то есть когда вы освоите эту технологию у вас не будет никаких проблем с клубными если вам дать определенный алгоритм значит смотрите что там делать а ну и как освоить эти соответственно уличные знакомства с которых все и начинается но не получится так что если ты боишься выглядеть глупо если ты боишься что ты не знаешь что сказать если ты не умеешь видеть женские какие-то возражения страхи их обрабатывать утилизировать нихрена у тебя не получится какой-то получать результат поэтому для того чтобы научиться всему этому я тебя приглашаю как и всегда на свой тренинг практика который пройдет со 2 по 5 апреля ссылка на этот тренинг внизу ты можешь зайти записаться тебе позвонят 2 5 апреля москва весна давайте ребята просыпайтесь значит смотрите как как там надо поступать давайте так то есть в чем основное отличие как бы очень коротко то есть там есть такая пикаперская теория трех кругов хорошо расскажу про нее если ты не слышал значит первый круг ты подходишь к девушкам очень социально с ними общаешься да то есть буквально два слова там отлично выглядите классного настроения бам с ними там чокнулся не знаю своим коктейлем может быть даже без алкоголя и пошел дальше то есть первый круг такой что ты как бы смотришь кто где что подходишь или скажем так прощупываешь контакт с девушками с этими с этими с этими с более-менее которые тебе приглянуть через какое-то время ты делаешь некий второй круг когда ты уже точечно выбираешь себе там двух трех четырех девушек либо они с подругами и уже больше общаешься там то есть ты подходишь и говоришь давайте выпьем или давайте пообщаемся кто вы что вы там уже можно знакомиться там уже можно как бы узнавать кого как зовут и так далее но опять же как это выглядит со стороны это очень важно я сейчас вам об этом расскажу есть там ты уже выбираешь себе из этого более узкого круга из этой выборки ту которая а намного больше чем остальные тебе нравится и б то есть она еще и на тебя хорошо реагирует здесь есть два важных критерия то есть которые должны срастись или хотя бы есть задатки того что она будет тебя хорошо реагирует и как бы по этой теории трех кругов на третьем круге ты уже подходишь именно к ней сразу начинаешь не общаться там ее соблазнять и вы уже с ней скажем так практически проводите весь вечер потом ты и уводишь какой-то chill out вы там сидите возможно ты хочешь переместить ее к себе домой если у тебя получится то обязательно это надо делать все-таки желательно и обязательно через промежуточное какое-то место попить чаю или покурить кальян то есть я бы не стал сразу тащить домой ну это все по большому счету фигня ты должен приходить в клуб отдыхать развлекаться веселиться и общаться то есть у тебя должна просто тебя должна фонить какая-то вот непривязанность к результату потому что как только ты вот там вот весь 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 вот вниманием там в женщинах ничего хорошего не будет то есть даже если ты подходишь просто на первом круге если мы сейчас привяжемся к этой теории как ты общаешься да то есть со стороны все равно все за всеми наблюдать если ты вдруг привлекательный не дай бог да и там кому-то может быть даже понравишься если кто-то на тебя посмотрит какая-то девушка то она будет за тобой наблюдать то есть там все за всеми смотрят так просто вот бесцельно вроде но делают какие-то выводы женщина они существа хитрые они умеют распознавать какие-то вещи и допустим в чем ошибка если будешь подходить прям привет я такой-то а я такой ты сразу знакомиться это будет видно по твоей невербалике и не дай бог еще тебя отошьет какая-нибудь из этих дам многие могут это увидеть и этот такой принцип социального доказательства сработает так что потом тебя будут сливать все то есть то же самое в баре когда я наблюдаю картину когда парень идет прямо там достаточно пустой бар за один столик знакомиться там ему попадаются а не очень приветливые тёлки и бы он сам себя ведет очень даже скажем так привлекая к себе внимание неконгруентно они его сливают все после этого все столы даже те которые у него смотрели как он сказал они его сливают поэтому здесь нужно научиться делать это аккуратно и очень скажем так со стороны это не должно быть похоже на знакомство подходишь что-то пару слов говоришь даже без всякого привета то есть там отличная музыка или слушай сегодня какое-то говно кто играет бла-бла-бла парой слов перекинулся там чокнулся пошел дальше если ты будешь делать это правильно со стороны эти девушки эти люди будут думать что ты почему-то знаешь весь клуб и почему-то весь клуб знает тебя то есть можно так изобразить плюс неплохо было бы если ты еще будешь знать каких-то барменов каких-то там людей за стойкой то есть когда ты подходишь говорит здорово как дела как сегодня как сам все равно это создает такой антураж что ты здесь как бы человек не последний ну скажем так дальше если тебе какая-то девушка понравилась я и при этом ты еще думаешь что мы мне нравится еще и вон та и вон та и вон та и ты не уверен что это на тебя хорошо отреагирует я бы ее однозначно пытался выловить где-то возле туалета возле челаута то есть но не у всех на виду и есть еще много много нюансов допустим как мы делали мы ходили в тот самый пресловутый дюран бар который насколько я помню уже закрылся то есть мы всегда снимали стол допустим там есть стол на троих на который можно посадить там спокойно шесть человек мы скидывались денежкой да ну не получится так совсем без денег как бы кайфануть да и ты мы садимся за этот стол едим пьем во первых то есть если уж брать ту тусовку женщины которые туда приходят подцепить и код мужичка там поинтереснее побогаче то есть они однозначно обращают внимание сами на то как какие парни сидят за столом они там начинают улыбаться и так далее некоторые делаются так топорно что типа из серии возьмите меня пожалуйста к себе вот вы сидите вы общаетесь во первых вы можете позволить и стол значит вы не долбоеб во вторых ты общаешься со своими друзьями в третьих там ты подходишь к девчонкам говоришь слушайте погнали выпьем там раз вы присадили одних девчонок выпили с ними присадили других девчонок выпили с ними то есть здесь важно показать что вам пофиг вы ни до кого там не цепляетесь даже если вам эта девушка нравится отпустите ее пусть она погуляет по клубу не надо сразу ее сажать к себе не надо сразу сажать на колени надо сразу давать ей всем остальным понять что все теперь вот она ваша и не дай бог там вы трясетесь над ей ведите себя так как будто вам абсолютно насрать уедете вы женщина или нет по большому счету так и должно это я к вопросу о том что как знакомиться да есть такой стереотип что в клубе сложно найти себе жену или там любимую женщину туда ходят одни шлюхи там определенный контингент отчасти я с ними согласен вот поэтому если вы тот кто из-за того что вы не можете подойти познакомиться на улице вынуждены искать пассию в клубе я думаю ваши шансы сильно уменьшаются но опять же никто не говорит что хорошая девушка не может оказаться в клубе например какая-нибудь библиотекарша порядочная я с женой кстати отчасти также познакомился правда это был пар она пришла в клуб например отмечать чей-то день рождения подруг она там бывает раз в год ну сука она там оказалась и вы можете там найти какую-то достойную хорошую девушку поэтому все-таки стереотип но за женой на одну в клуб идти не надо еще один стереотип что ну как бы из клуба надо сразу увозить то есть типа иначе все никак но слушать опять же если вы пришли за сексом то наверное да сделайте все возможное если в принципе вам девушка понравилась еще как собеседника вы думаете блин она классная вообще с ней даже начал встречаться и так далее то совсем не обязательно сейчас пытаться ее прям всеми фибрами души всеми силами затащить куда-то там и увести заинтересовывайте общайтесь потом даже сами лучше говорите слушай я поехал мне пора я завтра там еще хочу поработать давай свой телефон берешь телефон чумокаешь и уезжай какие-то такие моменты блин были бы у вас вопросы сейчас я бы на них с удовольствием ответил но основной посыл какой не надо сразу знакомиться не надо сразу брать никакой телефон не надо сразу все внимание уделять одной женщины женщине надо политься чтобы пришли туда кого-то под снять вы должны приходить отдыхать наслаждаться радоваться жизни и слушать музыку и будет вам счастье и соответственно кто хочет научиться знакомиться в полях на улице где угодно чтобы потом перетащить этот навык в клуб со 2 по 5 апреля москва тренинг практика где я пока еще буду в полях вместе с вами ссылка под видео урубай